В Кировском районе Самары новую жизнь получил двор на улице Ташкентской. Там появились детская и спортивная площадки, песочница, парковое оборудование. Работы ведут по программе формирования комфортной городской среды. В Самаре грузовой поезд столкнулся с газелью. ЧП произошло вблизи дома номер 6В на заводском шоссе на нерегулируемом переезде. Пострадавших нет. В столице региона представили нового руководителя областной станции скорой медпомощи. На эту должность назначили ранее исполняющего обязанности главного врача Раймонда Чернуху. Он работает в системе здравоохранения 18 лет. Ранее возглавлял службу санавиацией. Сотни жителей областной столицы стали участниками летнего городского марафона «Самара в движении». На открытых площадках бесплатные занятия проводят тренеры фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Расписание тренировок доступно в группе ВКонтакте «Самара в движении». Стали известны даты матчи «Крыльев Советов» в российской премьер-лиге. 20 июля «Крылья» сыграют с «Зенитом», 26 с «Ростовом», 5 августа со «Спартаком», 11 с «Факелом», 17 с «Динамо», 25 с «Нижним Новгородом», 1 сентября с «Динамо» и с «Махачкалы». На этой неделе в Самарской области сохраняется жаркая погода. Медики напоминают, что детям до трех лет нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. Ультрафиолет может снизить иммунитет, а солнечные ожоги в будущем спровоцировать появление злокачественных образований. Мошенники разработали новую схему обмана самозанятых граждан. Злоумышленники звонят под видом налоговиков и сообщают, что видят неучтенные при расчете налогосуммы, поступившие на банковский счет. Ошибки они объясняют рассинхронизации с порталом госуслуги и просят сообщить код из СМС для восстановления работы. После этого аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы. Россиян спросили, верят ли они в дружбу между мужчиной и женщиной. Положительно ответили 67% женщины и 59% мужчин. При этом, как показал опрос, мужчины чаще заводят дружбу с противоположным полом после 45 лет, а женщины – до 34 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова